С нами Наталья Королёва. Как же всё-таки быть правильным продюсером? Мне трудно давать советы, потому что у каждого всё равно свой путь и своё понимание каких-то определённых вещей. Но есть просто каноны профессий. Прежде всего, надо угадать продуктом, который вы будете продюсировать. Потом надо чётко понимать целевую аудиторию. На какую целевую аудиторию вы направляете этот продукт. И, соответственно, если вы музыкальный продюсер, то вы должны выбрать именно тот музыкальный жанр, который вам интересен, который близко для вас лично, наверное, который вам понятен. И тогда вы будете, наверное, этот продукт делать очень качественно, потому что уже смотреть на это с колокольни человека, которому нравится что-то делать э-такое. Самое главное, о душе, в общем, когда прёт. Да, безусловно. У меня в копилке музыкальный проект, так называемый поп-эн-бэнд, где солистка у нас Аня Попси, очень такая эффектная девушка с латиноамериканской внешностью, соответственно, со всеми задними красивыми точками. Очень талантливая артистка. И плюс её окружают очень профессиональные ребята, которые помогают ей на бэкграунде. Вот мы уже делаем с ней третью работу и музыкальную видеоработу. Мы, так как очень много всевозможных, сейчас группа артистов появляется, мы избрали для тебя вот путь такого музыкального ситкома. То есть каждое видео, каждая песня – это такой юмористический мини-фильм. Ой, это здорово. Конечно. Вот я выбрала как музыкальный продюсер именно такой путь, чтобы определённым образом выделиться из огромного количества и музыки, и артистов, которые появляются, чтобы это сразу было заметно. Ну и плюс, конечно же, название, оно тоже определённо эпатажное. Его можно читать по-разному, но тем не менее. Да, конечно, Новый год – очень весёлый праздник. Отрывайтесь на полную катушку. Как говорится, как встретишь, так и проведёшь. Но только так, чтобы не совсем в сугробе и не совсем без памяти. Вот. Контролируйте эмоции, но тем не менее отрывайтесь. С Новым годом! Ваша Наташа Королёва.